Аллах Субханам Талли в Коране говорит «Фавараб бис самаи вал ард, иннаху ла хаккум мисля ма анна кум тантыкун» «Клянусь Господом небес и земли» Это истина, то есть это религия, религия Аллаха, рай, ад, все это истина «Мисля ма анна кум тантыкун» Такая же непреложная истина, как то, что вы разговариваете Субханал, мы разговариваем, что такого здесь? Но если посмотреть и вдуматься, здесь такое знание «Махариж-ль-Хуруф» То есть вместо выхода букв, вместо образования звука, артикуляции звуков То есть вот эти все правила, если взять, то самое трудное действие, которое человек выполняет самостоятельно Это произнесение слов Представьте, сколько раз язык поворачивается, приближается к небу, к небу, к зубам, горлу, что происходит с голосовыми связками Мы просто не представляем, вот звук доходит до суда, и отсюда вот эти вот 10 сантиметров Отсюда выходит уже, уходит математика, уходит физика, уходит исламские науки Отсюда отправляются войска, здесь заключаются мирные договоры Субханал, столько действий, вот это вот, всего лишь эти 8 сантиметров действуют, делают И Аллах говорит, это истина, как то, что вы говорите Самое трудное действие, которое выполняет человек, это разговор, говорить Но как же оно облегчено для нас, для людей То есть как легко говорить, болтать, разговаривать на разные темы Аллах облегчил нам это Но несмотря на то, что это очень легко для нас Тяжелее, чем, например, таскать тяжелые мешки, чтобы разгрузать вагоны Что-то делать другое Для нас легко говорить Но насколько большой грех человек может заработать языком И насколько большую награду он может заработать языком Доказательством этому является то, что человек заявляет о своей вере языком Человек заявляет о своем неверии своим языком То есть человек самый большой грех может совершить языком И самую большую награду заработать языком Посланник Аллаха сразу сам сказал Поистине раб Аллаха может произнести всего лишь одно слово Из того, что обрадует, сделает довольным Аллаха И Аллах посредством этого слова будет возносить этого раба в раю степенями И также раб Аллаха может произнести всего лишь одно слово Из того, что разгневит Аллаха Посредством этого слова Из-за этого слова он будет падать в адскую пламя Поэтому грехи языка очень пагубны Нам нужно следить за своими языками И посланник Аллаха сам сказал Тот, кто верит в Аллаха И в судный день Пускай говорит благое или вообще молчит